Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа «Регион» в студии Ирины Меркурьевой. И смотрите сегодня выпуски. Долгожданное благоустройство. Подрядчика, который прокладывает коллектор на Пионерском проспекте, обязали навести порядок. Долгострой в субсехе. Глава Анапы поставил на контроль решение вопроса. Неразивые плательщики. У должников теперь будут отбирать права. На Кубани завтрашнего дня резко похолодает, но крещенских морозов не ожидается. До субботы в дневные часы температура воздуха не преодолеет отметку в плюс 5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся ниже нуля. Обильных осадков на этой неделе не ожидается. А сильный ветер синоптики прогнозируют 10-12 метров в секунду. По поручению главы курорта сегодня на Пионерском проспекте прошло выездное совещание с участием представителя подрядчика и городских служб. Строительство напорного канализационного коллектора подходит к концу. Наиболее остро стоит вопрос благоустройства главной курортной зоны Анапы. Никаких половинчатых решений быть не может. Городские власти предъявили ряд требований к исправлению уже существующих огрехов в благоустройстве. Дело, конечно, хорошее, нужное городу, но подрядчик работы восстанавливает после выполнения работ нарушенное благоустройство недолжным образом. Сегодня мы разговаривали на тему того, что восстанавливать благоустройство должны только в соответствии с правилами благоустройства. Подрядчик нас услышал. Мы надеемся, что будут выполнены работы качественно. Сроки, которые мы установили, мы согласовали с ними календарный график производства работ по восстановлению уже нарушенного благоустройства. Будем следовать четко выполнению этого графика. До начала курортного сезона Пионерский проспект будет в первоначальном состоянии. На улице Гагарина в поселке Виноградный началось строительство тротуара. Местные жители обратились на прием к Сергею Сергееву и получили помощь. Поселок развивается и застраивается. Увеличивается количество жителей, в том числе и детей. Только в новом микрорайоне вблизи федеральной трассы, по словам главы сельского округа, сейчас живет 600 человек. В чем проблема? Это, естественно, эта дорога идет к школе. Поэтому и начали ходить дети. И постепенно стало это насущной проблемой нашей, что дети шли по дороге. Машины здесь, движение довольно интенсивное. Поэтому стала необходимость такая, что надо здесь сделать тротуар. И в декабре месяце у меня проходил сход здесь, встреча с мэром нашим, Сергеем Павловичем Сергеевым. Люди обратились к нему. И вот буквально после праздников, даже люди, честно сказать, удивились, насколько оперативно Сергей Павлович реагировал на эту просьбу. И вот 12 января уже приехали рабочие. И на сегодняшний день, вы видите, начались работы, я думаю, в течение месяца, если даст погода, конечно, то мы эту работу завершим. Сейчас мы хотим вернуться к этому, по крайней мере у меня виноградом, такое предложение, чтобы помимо дорог начинать делать тротуары. Потому что тротуары, они для чего нужны. И прежде всего, кто ими пользуется. Это у нас старики, пожилые люди и дети. Поэтому сейчас хотим сделать упор именно на восстановление тротуаров. Начинаем с самые проходимые места и потихоньку будем расходить в более отдаленные участки. Обманутые дольщики. О ситуации с долгостроем в Супсехе мы рассказывали на прошлой неделе. Как заставить недобросовестного застройщика исполнить свои обязательства перед людьми? На прием к главе Анапы Сергею Сергееву обратились собственники недостроенных квартир. Подробнее в нашем материале. Долгострой на улице Горького в Супсехе. Типичная история. В 2012-м разрешительная документация была выдана на ИЖС. Но аппетиты застройщика выросли. Сегодня это проблема для стадольщиков и городских властей, которым с надеждой на помощь идут люди. Так решила собрание обратиться именно к вам. Потому что больше верить этому человеку никто не может просто-напросто. Люди ждут по три года, по пять лет есть люди, которые ждут. Технических условий на три пятиэтажки, конечно же, нет. Судом признано лишь право собственности на бетонные коробки. Но где взять в воду электричество, как подвести канализацию, как создать условия для жизни людей? Таких разъяснений суд не дает. Сегодня требования жесткие. Начинать надо было разговор. Я прекрасно знаю ваш объект. И вы знаете о том, что владею ситуацией. Что мы купили у мошенников квартиры в объекте самостроя. Не посмотрев, есть ли разрешение на строительство. И выделялась ли земля под многоквартирное и многоэтажное строительство. Руководство края говорит, нельзя помогать самостроителям подведением им коммуникаций. Только понуждать застройщика выполнить свои обязательства перед людьми. Привлекать внимание правоохранительных органов, прокуратуры, суда. Сегодня есть способ. Вы инициативная группа. Привлекайте меня в качестве третьего лица. Готовьте исковое заявление. И понуждайте его судом о проведении вам коммуникаций. В том числе и газа. Будет судебное решение, закрепленное. Все. У пристава будет исполнительный лист. Тогда у нас появится право контролировать. Городские власти готовы оказывать содействие. И к другим темам. Более двух тысяч должников в Анапском районе попадут под нововведение в работе судебных приставов с начала этой недели. В ноябре 2015 года президент России подписал закон, благодаря которому полномочия судебных приставов расширены. И они теперь могут применять такую меру, как лишение должника водительских прав. Выглядеть это будет так же, как и ограничение на выезд из страны. Закон вступил в силу 16 января. И уже с сегодняшнего дня служба судебных приставов приступит к воплощению его в жизнь. В данном случае данная процедура выглядит как лишение. Но по закону это тактуется как приостановление деятельности, действия, вернее водительского удостоверения должника. Указанная мера применяется при наличии задолженности по алиментам свыше 10 тысяч рублей, по подчиненному ущербу преступлениям, моральный, материальный вред, а также неуплата должником административных штрафов на сумму свыше 10 тысяч рублей. Либо нарушение должником порядка, установленного судом общения с ребенком. До исполнения должником требования исполнительного документа, то есть до погашения суммы долга. А теперь о культурной жизни Анапы. В Краеведческом музее нашего города открылась выставка художника Александра Масиенко под названием «Анапа времена года». Гости мероприятия познакомились с уникальными картинами, которые мастер написал с натуры с 70-х годов прошлого века по началу нынешнего. Увидеть, как выглядела Анапа в прошлом веке, может каждый желающий. Александр Масиенко родился и вырос в Анапе. Интерес к рисованию был у него с раннего детства. Сегодня художник-самоучка является членом Союза художников России. Друзья и поклонники называют Александра Федоровича хранителем истории нашего города. На его картинах изображены старинные анапские улочки, уютные палисадники и закоулки парков. Такие места, которых уже просто нет. Посмотрели выставку его картин. Она очень тонкая и нежная, передает вот ту старую Анапу, которая была и уже практически ушла. Вот природу ее, ее маленькие домики, эти районы Анапы. Поэтому это для нас, анапчан, очень дорого. В коллекции художника более 700 картин. Из них на выставке представлено всего 42. Мастер черпает свое вдохновение из пейзажей, которые окружают его каждый день. И помогают создавать впечатляющие произведения искусства. Ну как вдохновение. Идешь по улице, увидел красивое что-то. Осталось памяти. Потом дома начинаешь писать. Являясь натурой творческой, о себе Александр Федорович рассказывать не любит. А вот друзья художника в этот день не переставали восхищаться как его человеческими, так и профессиональными качествами. В честь автора звучали стихи, а книга отзывов пополнялась все новыми словами благодарности. Возможность приобщиться к искусству, увидеть Анапу провинциальной есть у каждого. Вход на выставку свободный и проработает она до конца февраля. Краеведческий музей находится по адресу Анапу, улице Протап-Вадин. Работает он с 9 утра до 18 часов. Побывав на выставке, наши корреспонденты решили узнать, а насколько сильно анапчане любят свой город, какими достопримечательностями они гордятся и какие места советуют посетить гостям курорта. В первую очередь, конечно, море, во вторую, потом, наверное, климат, отдых, беспечная жизнь. Есть у нас, конечно, места природные, куда можно поехать, увидеть именно эти места. Утриш или Суко, или Благовещенка. Очень много мест. Можно даже просто выйти на набережную и увидеть это место. Мы сюда приезжали несколько лет подряд, с 2006 года. Каждый год приезжали в октябре месяц. Нам очень здесь нравилось из-за того, что здесь есть море. А потом решили уйдя на пенсию купить здесь жилье. Купили и теперь здесь живем. Уже третий год. Море, главное море. Нас здесь соблазнило климат и море. Время вперед движется. И то, что есть спрос, опять же, на то жилье, высокие дома, красивые дома. И многие хотят здесь жить, приезжают люди из других городов. Ну, конечно, облик меняется. Первое, что хотелось бы отметить, здесь очень тепло. Продукты настоящие. Люди добрые. Архитектурные строения тоже. Да, есть старые, красивые места, где можно походить, погулять. Ну, и, в принципе, вообще здесь хороший город для жизни. Это море. Конечно, наша, наверное, погода, которая радует нас теплом и зимой тоже. Вот, и очень многие отдыхающие приезжают. Приезжают и в это время года. Вот, и наслаждаются нашим климатом. Я бы посоветовала посетить вообще побережье, побережье нашего города. И не только города, еще можно и дальше окрестность. Сегодня в городе-курорте пройдут крещенские купания. Мы расскажем вам о том, где будут организованы места для тех, кто по православному обычаю захочет окунуться в холодную воду. Будут выполнены мероприятия по охране правопорядка. Это силы и средства полиции, которые будут обеспечивать правопорядок. Силы ДПС, которые будут обеспечивать безопасность на дорогах. Что же касается мест, где производятся эти купания. Это пляж Малая Бухта, это центральный пляж городской и центральный пляж Станицы Благовещенской. Вот на всех этих площадках, на которых я сказал, в полном объеме будут также обеспечиваться мероприятия по безопасности на водных объектах. А именно, там будут дежурить экипажи спасателей в экипировке со всеми средствами спасения, в том числе и сплавсредствами. Кроме того, на всех этих площадках будут дежурить кареты скорой помощи для обеспечения безопасности и сохранения здоровья тех людей, которые принимают в них участие. А завершит выпуск прогноз погоды. Во вторник, 19 января, в Анапе пасмурный, небольшой снег. Температура воздуха днем 0,1, ночью до 0 градусов. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра артутного столба. Температура морской воды плюс 7 градусов. Генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. «Випарт». «Випарт» – клуб настоящих моделей «Випарт». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...